Перед просмотром советую вам канал Саника, где вас ждёт самый разнообразный контент. Здесь и топ трэшовых модов по сталкеру, Это лучший мод за всю историю мода строя. Наверное надо закрывать сталкер. Лучше уже не будет. И стримы на мастере без смертей, а также эксперименты с игровым миром и многое другое. Если вам интересен лёгкий и весёлый контент по сталкеру, то переходите по ссылке в описании. И обязательно зацените канал Саника. Всем привет, с вами Ванделей. И сегодня речь пойдёт об отменённом проекте сталкер 2, который разрабатывался с 2009 по 2011 года. Имейте ввиду, что к нынешнему сталкер 2 этот проект отношения не имеет. Как вы знаете, сперва была так называемая ранняя концепция проекта. Материалы по ней давно слиты в сеть, включая и весь сценарий, который был ну не то чтобы хорош. Однако в определённый момент концепцию решили поменять, и весь сценарий был переписан. Документы, которые относятся к поздней концепции, в открытый доступ никогда не сливались. Но определённые люди, как это бывает, ими конечно владеют. И вот, некоторое время назад, часть позднего сюжета сталкер 2 была выложена в открытый доступ. И с ней можно ознакомиться в статье на зон хрониклс, посвящённой локации базы новичков. Ну а раз данная часть сюжета больше никакой не секрет, и является общедоступной информацией, то почему бы нам о ней и не поговорить? В этом ролике я вкратце расскажу о том, что должно было происходить на этом уровне. За более подробной информацией обращайтесь к самой статье. Ссылка, конечно, будет в описании. Итак, локация база новичков, она же А-01, она же шахта Юный Коммунар, должна была быть одним из первых уровней на пути нашего героя, коим был Стрелок. Сперва планировались некие вступительные локации, в том числе военный блокпост, пройдя который, игрок наконец-то попадал в зону. И первым делом Стрелку нужно было найти доктора. Однако, где его искать? К счастью, Стрелок вышел как раз к местной базе новичков, расположенной в здании шахты. Сперва мы должны были пройти проверку, принести артефакт. Что, надо сказать, очень напоминает Тень Чернобыля, в котором, по изначальной версии, в деревню новичков Стрелка также не пускали. И мы точно также должны были пройти проверку, принести Сидоровичу артефакт. Так что, возможно, и данный квест, это своеобразная отсылка. После нас пропускали к местному лидеру новичков, по кличке Старик. Правда, его пока нет на месте. А сталкеры тем временем обдумывают вылазку в заброшенное бомбоубежище неподалеку, в поисках съестных припасов, которые, возможно, могли там остаться. Вместо того, чтобы просто дождаться Старика, Стрелок вписывается в аферу. Мы выполняем различные квесты, но в конечном счете, вместе с новичками, попадаем в засаду военных. Те устраивают типичный гоп-стоп. Отбирают все найденные в бункере консервы и уже собираются порешать новичков. Но вдруг появляется Старик и разруливает ситуацию. Временно. Решить вопрос окончательно предстояло нам. К тому же Старик прямо обвиняет Стрелка в том, что мы спровоцировали ненужный конфликт с военными. Далее, мы могли выбрать одну из квестовых веток. Первое. Мы идем на переговоры с военными. У оберега, а это тот самый крест, арты и скриншоты которого вы уже видели. Он как раз располагался недалеко от военного блокпоста. Так вот, у оберега мы встречаем бойца, который рассказывает, что у командира украли его любимый пистолет. Оружие оказывается у одного из бандитов в местном лагере. И Стрелку предстояло его вернуть. При этом мы могли пойти мирным путем, а могли просто устроить бойню в лагере бандитов. Другая квестовая ветка направится к торговцу артефактами, который задолжал Старику денег. Предполагалось, что мы должны заставить торговца вернуть деньги Старику, и тогда мы могли бы откупиться от военных. Однако торговец жалуется, что бандиты совершенно не дают ему житья, а так-то он не против с нами расплатиться. Поэтому опять-таки направляемся в лагерь местного отребья и устраиваем глобальные чики-брики. То есть в любом случае мы выходили на контакт с бандитами, которые тем временем окружили лагерь новичков. И тут забавный момент. В очередной раз пытаясь разрулить ситуацию, старик пытался убедить бандитов, что Стрелок действовал сам по себе, и агриться следует именно на нас. В любом случае начиналась перестрелка. Мы раскидывали всех бандитов, но радости это не прибавляло, так как не сегодня-завтра местные бандиты запросто могут просто вырезать весь лагерь новичков. А это серьезная проблема. Для ее решения нам предстояло углубиться в местную политику. А именно, обратиться к бандосу Кувалде, которому когда-то предстояло стать паханом. Однако брат Кувалды, Кривой, убил пахана, занял его место, а во всем обвинил Кувалду. И именно бандита Кривого прямо сейчас терроризирует всех местных. Не вдаваясь в подробности Санта Брике Барбары, отметим, что в итоге мы собирали группу Кувалды. Спасали одного бандюка из поля аномалий и уговаривали третьего брата по кличке Младший объединиться против Кривого. По итогу группа Кувалды, несмотря на то, что они вроде как бандиты, становились на защиту лагеря старика. А значит проблема решена, и мы наконец-то можем вернуться к поиску доктора. Вот и следопыты от старика согласны нам помочь. Старик, уже показавший однажды, что он человек с гнильцой, полностью показывает свою суть. Его сталкеры-следопыты, которые якобы должны были привести нас к доктору, заводят стрелка в засаду. С мешком на голове и, видимо, раненого, стрелка находит один из бандитов группы Кувалды и сталкеры-отшельники. Спасенный стрелок возвращается на базу, которую успели захватить бандиты. Отбиваем базу и после новички решают, что такой лидер как старик им нафиг не нужен и устраивают над ним суд. После суда нам предстоял финальный рывок. Устроить штурм базы неправильных бандитов Кривого, а затем спасти плененного Кувалду. Если мы его спасем, то Кувалда присоединится к игроку в качестве напарника. Захват базы и разгром группировки Кривого отмечали Дружным Бухаловым, которое аж проходило как отдельный квест. И на этом основная сюжетная линия на данной локации заканчивалась. Кроме этого, имелось и множество дополнительных квестов. В том числе упоминаются задания прогнать мутанта с огорода и выкрасть ящик сгущенки. Причем выкрасть его нужно было из какого-то каравана. Так что да, в отмененном Сталкер 2 мы могли бы грабить караваны. Интересно и то, что шахта Юный Коммунар это реальный объект. Данная шахта находится на Донбассе и закрыта с 2002 года. И соответственно разработчики планировали перенести этот объект в зону отчуждения. История создания данного уровня, а точнее то, что успели сделать, очень подробно расписана в статье на Зон Хрониклс, если вам интересно. И на этом вся информация по данному уровню. Своими мыслями и впечатлениями по поводу данного фрагмента сюжета можете поделиться в комментариях. Также напоминаю, что в моей группе ВКонтакте публикуется самая различная информация. В том числе по билдоте Сталкера. Так что можете подписаться, чтобы быть в курсе. На этом ролик подошел к концу. С вами был Ванделей. До встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok